Сегодня в программе «Изменяющие твой мир». Когда вам тяжело и кажется, что на вас взвалили непосильную ношу, именно тогда вам нужно взять Библию, читать ее и размышлять над ней. Это наше преимущество перед теми, кто не знает Бога. Приглашаем вас на проповедь доктора Крефла Доллара. Здравствуйте, меня зовут Крефла Доллар, и сегодня в нашей передаче я буду учить. Послушайте, что будет темой передачи «Стресс». Эта тема касается каждого из нас. Так же, как лето и зима, тепло и холод, сеяние и жатва, мы всегда будем сталкиваться с трудностями до тех пор, пока живем на Земле. Возможно, это вас удивит, но до тех пор, пока мы на Земле, нам нужно понимать, как мы должны поступать, и как учит нас Библия поступать со стрессом. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что Библия говорит о стрессе. Притчи, первая глава. Притчи, первая глава, 17 стих. Давайте поговорим об этом. Я считаю, что слово «стресс» сначала было строительным термином и обозначало несущую способность той или иной конструкции, способность выдерживать нагрузку. Но затем это слово стало обозначать неспособность выдерживать нагрузку, которая разрушает жизнь человека. Послушайте меня. Бог заложил в каждого из нас способность выдерживать ту или иную нагрузку. Мы можем выдерживать те или иные стрессовые ситуации. Но проблема возникает тогда, когда и в случае со строительством вы начинаете нагружать конструкции большим грузом, чем тот, на который она рассчитана. Вот тогда появляется проблема. Проблема не в том, что вы попали в стрессовую ситуацию, потому что от стрессов никуда не деться, и в вас заложена способность выдерживать определенную степень стресса. Некоторые люди могут вынести больше, чем другие. Проблема — это когда вы выходите за рамки своих способностей. В этом проблема. Когда вы несете на себе гораздо больше того, что в состоянии нести. Это очень важно, чтобы мы стали... И вот вам библейский термин, о котором мы поговорим больше несколько позже. Благоразумны. Мы должны быть благоразумны. Благоразумный человек — это человек, который знает, как правильно вести себя в различных жизненных ситуациях. Мы будем рассматривать источники стресса, поговорим о практических возможностях преодоления стресса. Я думаю, это будет очень полезно. Возможно, я посвящу две проповеди этой теме, чтобы детальнее рассмотреть ее. Те из вас, кто смотрит эту программу на экранах своих телевизоров, возможно, вы сейчас пребываете в состоянии стресса. Мы постараемся вам помочь. В первой главе притч можно найти интересные слова. Давайте прочтем с 17 стиха. Вместе вслух. Готовы? Читаем. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Я полагаю, некоторые из вас задумались, о какой отношении эти слова имеют к стрессу. Задумайтесь об этих словах. Если вы расставляете ловушку для птицы на глазах у этой птицы, то эта птица пролетит рядом с этой ловушкой, над этой ловушкой. А может быть, птица развернется и улетит от этой ловушки. Птица уже увидит в этой ловушке своего врага. Так и вы должны видеть в стрессе своего врага, чтобы обойти его, пройти над ним, удалиться от него. Вы попадаете в ту же ловушку, потому что не видите в ней врага. Сегодня я сделаю все, чтобы доказать вам, что стресс — это ваш враг. Нельзя относиться к стрессу как к чему-то нормальному. Вы должны понимать, что стресс может разрушить вашу жизнь. Птица видит своего врага и избегает его. Мы должны понимать, что стресс — это наш враг, которого мы должны избегать. Давайте рассмотрим некоторые признаки. Каковы признаки стресса или появления стресса? Забывчивость. Раздражительность. Хроническая усталость. Устал, нет сил, цинизм. Ощущение беспомощности. Ощущение тщетных усилий. Человек ощущает себя неудачником. Постоянное нездоровье. Я говорю о таком состоянии, когда человек вновь и вновь идет к врачу, а врач не может понять, в чем дело. Головные боли. Напряженное состояние. Мигрень. Высокое кровяное давление. Сердечное заболевание. Я повторю этот список еще раз, потому что если у вас есть хоть один из этих признаков, я почти гарантирую, что вы страдаете от стресса в той или иной форме. Будь то молчаливый стресс или эмоциональный стресс, и вам придется разобраться с этим. Забывчивость. Раздражительность. Усталость. Цинизм. Когда вы постоянно циничны. Ощущение беспомощности. Ощущение тщетности усилий. Когда вам кажется, что бы вы ни делали, у вас ничего не получается. И вы неудачник. Постоянное недомогание. Головные боли. Напряженное состояние. Мигрень. Высокое кровяное давление. Сердечные заболевания. Послушайте меня внимательно. Для того, чтобы разобраться с корнем проблемы, всегда приходится изучать плоды или последствия проблемы. А это плоды. Это последствия стресса. Головные боли, мигрень, забывчивость, раздражительность. Все это последствия чего-то. Это не корень, из которого вырастает что-то другое. Это плод. Это плоды, выросшие из корня, и название его «стресс». Обнаружено, что стрессы являются причиной рака и других заболеваний. И все потому, что мы не обращаем внимания на те признаки, которые указывают на перегрузку. Существуют признаки. О, у меня в глазах все плывет. Признаки. Признаки, которые возникают перед тем, как вы падаете без сил. Я совсем без сил. Если вам сказали «Здравствуйте», а вы ответили «Заткнись, оставь меня в покое», это признак стресса. Для того, чтобы избавиться от плодов, нужно удалить корень. Стресс и является корнем всех этих негативных явлений. Давайте откроем 2 Коринфянам, 4 главу, 8 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 8 стих. И 8. Это слова Иисуса. Помните, что я говорил? Мы можем вынести тот стресс, на который мы рассчитаны, но мы не можем перенести большего. Так же, как этот свод рассчитан на определенную нагрузку и не может выдержать большего. Когда мы строили это здание, нам сказали, что нельзя подвергать крышу нагрузкам больше рассчитанных. Нельзя крепить то, что не было учтено в проектных расчетах. Нельзя подвергать купол большему стрессу, чем тот, на который он рассчитан. Бог спроектировал вас. Существует определенная нагрузка, которую вы в состоянии нести, но вы подвешиваете под свой купол то, что на нем висеть не должно. Итак, 2 Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Давайте прочтем вместе вслух. Готовы? Читаем. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Я прочитаю этот стих в расширенном переводе Библии. «На вас давят со всех сторон, гонят и притесняют, но не могут раздавить. Мы отовсюду притесняемы и не можем найти выхода, но не отчаиваемся». Да, у каждого из нас в жизни бывают трудности, но это не значит, что мы должны страдать от стресса. Несколько лет назад я написал книгу, которая очень подошла нашей сегодняшней теме. Она называется «Как создать проблемы для своих проблем». То есть, если в вашей жизни есть трудности, это еще не значит, что вы должны беспокоиться. Вы можете научиться создавать проблемы для своих проблем, вместо того, чтобы беспокоиться о них. Но большинство людей беспокоятся по поводу своих проблем, вместо того, чтобы создать для своих проблем проблемы. Да, проблемы будут, но это не значит, что вы должны страдать от стресса. Трудности не причина для стресса. Ваши эмоции берут власть над вашей жизнью. Если вы отдадите свою жизнь на откуп своим эмоциям, они уведут вас от Божьей воли для вашей жизни. Разве вам не надоело ходить кругами в то время, как вы в пяти минутах от исполнения Божьей воли для вашей жизни? Конечно, дьявол постарается повлиять на ваши эмоции, чтобы увести вас от Божьей воли. Он пытался сделать это с Иисусом и постарается добиться того же с вами. И люди этого не понимают. Пока вы не возьмете власть над своими эмоциями, эмоции будут властвовать над вашей жизнью. И до тех пор, пока вы будете позволять эмоциям вести вас по жизни, в конце каждого дня вы будете говорить, «Я не понимаю, почему у меня ничего не получается. Я не понимаю, почему это вышло. Я не понимаю, почему люди так жестоки ко мне». Вы должны осознать, это ваши эмоции руководят вами. Если эти эмоции противоречат Божьему Слову, вы должны взять их под контроль. Аминь. Вы должны знать, как реагировать на трудности до того, как столкнетесь с ними. Этого не могут сделать люди, не знающие Бога, но у нас есть преимущество, и это Божье Слово. Скажите, «Я человек Божьего Слова». У нас есть преимущество Божьего Слова. Это значит, что если мы будем слушаться Божьего Слова... Послушайте, даже простое послушание Слову избавит вас от многих стрессов. Если вы хотя бы примете решение быть послушным Богу и исполнять Его повеления, вы избавитесь от многих стрессов. Я хочу вас спросить, как реагировать на проблемы? Как написано, «Мы в отчаянных обстоятельствах». Проблемы со всех сторон, трудности везде, притеснения, но далее написано, «Но мы не отчаиваемся». Не отчаиваемся. Мы не отчаиваемся. Что мы должны знать о том, как реагировать на проблемы? Сейчас, до того, как эти проблемы появились в вашей жизни, чтобы не впасть в отчаяние из-за жизненных проблем. Давайте рассмотрим, что Священное Писание говорит о жизненных проблемах. Откройте 14 главу Иоанна. Если человек говорит, что у него никогда не бывает проблем, у него очень серьезная проблема. Этот человек на грани гибели. Я понимаю, что это может быть вашим исповеданием веры, но ведь в Библии написано, что всякий, желающий жить праведно, будет притесняем. Может быть, вы и не живете благочестиво. Может быть, вы не живете благочестиво. Послушайте меня внимательно. Иоанна 14 глава, 1 стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Послушайте еще раз. Не беспокойтесь, не переживайте, не тревожьтесь, не волнуйтесь. Веруйте в Бога, уповайте на Бога, следуйте за Богом. «И в Меня веруйте, и на Меня уповайте, и следуйте за Мной». Обратите внимание на первые два слова. «Не беспокойтесь». Это значит, вы решаете, беспокоиться вам или нет. Если бы вы ничего не смогли сделать со своим волнением, Бог бы не сказал, «Да не смущается сердце ваше». Из этого следует, что вы в состоянии не допускать в свое сердце волнения или смущения. Есть нечто подобное в Евангелии от Матфея 24,6. Найдите этот отрывок. Матфея 24,6. Здесь Иисус говорит о признаках конца века. Один из учеников спрашивает, «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Шестой стих. «Также услышите о войнах и о военных слухах». А теперь читайте внимательно. «Смотрите, не ужасайтесь». То есть, будьте спокойны, не ужасайтесь. Опять то же самое. Пусть вас это не пугает, не ужасайтесь. Если вы напуганы, значит, не исполняйте повеление Иисуса. И Его слова также ясно указывают на то, что вы можете предотвратить волнение и стресс. вы можете создать проблемы для своих проблем, или позволить своим проблемам наполнить вашу жизнь беспокойством. Но это ваша обязанность не допустить волнений и беспокойства. Я могу принять кое-какие меры для этого. У меня есть власть, и я не позволю проблемам беспокоить меня. Если бы этой власти у меня не было, тогда бы эти слова Иисуса были бы бессмысленны. А вот теперь то, что вы можете взять с собой домой, и над чем вы сможете размышлять каждый день, чтобы уберечь себя от стресса. Вы должны размышлять об этом вновь и вновь, чтобы это стало частью вашей жизни. Если вы этого не будете делать, стресс победит вас. Давайте откроем 33-й Псалом. Псалом 33-й. Смотрите, не ужасайтесь. Но, брат Доллар, ты не понимаешь, что у меня такие проблемы, плакать хочется. Вот что я вам скажу. Людям нужны друзья. Первое и самое важное, что вы должны понимать, когда пришла беда, не нужно паниковать. Помните наше определение слова паника. Паника это необоснованный страх. У вас даже нет причины бояться, вы просто... Кто-то пустил слух, что компания будет закрываться. Вы начинаете паниковать из-за того, что кто-то что-то где-то услышал и что-то сказал. Не паникуйте, что бы ни было. Просто не паникуйте. Откройте 33-й Псалом, 20-й стих. Давайте прочтем вместе вслух, готовы, читаем. «Много скорбей у праведного и от всех их избавит его Господь». Каким бы был уровень стресса в вашей жизни, если бы вы размышляли над этим стихом? С какой бы проблемой вы не столкнулись, вы бы всегда говорили, «И от этой беды меня избавит Господь». Потому что вы размышляли над словами «много скорбей у праведного и от всех их избавит его Господь». Мы друзья относиться к Библии как люди, рожденные свыше. Мы должны верить Богу, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня. Страдающие от стресса в христиане не верят Богу, да не смущается сердце ваше. Да, я знаю, что это проблема, но все будет хорошо. Бог обо всем позаботится. Я не знаю, как Он это сделает, но я доверяю Ему. Аминь, и я верю, что Бог избавит меня. Ведь это Божье обетование, и от всех скорбей избавит Его Господь. Не от некоторых, не от двух, не от одной в месяц, от всех. Бог обещал мне избавить от всех скорбей. Аллилуйя. В расширенном переводе это звучит так. Много бед на пути праведного, но Господь спасает его ото всех. Ваша праведность не гарантирует, что вы не столкнетесь с трудностями. Будьте осторожны. Если видите человека в беде, не говорите, Бог наказывает его. Осторожнее. Вы можете быть праведными и при этом столкнуться с бедой, но Господь... Помните, я говорил вам об этом слове «но». Слово «но» значит «ноль» или «обнулить». Прочтем еще раз. Много бед на пути праведного, а теперь можно стереть все, что мы только что прочли. Остаться должно лишь то, что мы видим справа от «но». Господь спасает ото всех. Я не знаю, что сейчас происходит в вашей жизни, но вы должны знать, что Бог работает над тем, чтобы спасти вас. вам лишь нужно поверить Ему. Бог заботится о вас, прикрывает вас, Божьи ангелы занимаются вашей проблемой, бесы уже трепещут, ситуация вот-вот изменится, Господь избавит вас от всех скорбей. Если вы будете размышлять над этими словами, если будете славить Бога, стресс не устоит, если христианин умеет размышлять о Божьем Слове. Когда вам становится трудно, когда вам тяжело Библию, читать ее и размышлять над ней. Это наше преимущество перед теми, кто не знает Бога. Потому что если они не верят в Бога, им не избавиться от стрессов. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, Иисус. Аминь. Некоторым из вас уже стало легче. Я знаю, что ситуация окажется сложной, но мы не строим свою жизнь на том, что кажется. Казалось, что израильтяне останутся на берегу Черного моря. Казалось, что Мария, Мать Иисуса, не могла зачать от Святого Духа. Казалось, что толпа людей, которые слушали проповедь Иисуса, умрет от голода. Если вы рожденный свыше христианин, не стройте свою жизнь на том, что видите. Кажется, что вы до конца жизни не избавитесь от долгов. Кажется, эта болезнь убьет вас. Кажется, что вам никогда не повысят зарплату. Кажется, что вы никогда не сможете найти работу. Кажется, что у вас ничего не получается. Кажется, что Бог ничего не делает. Мы не строим свою жизнь на том, что видим. Мы строим свою жизнь на фундаменте Божьего Слова. Вы должны услышать эти слова. Возможно, вы попали в очень сложную ситуацию, но Господь спасет вас, и Он уже приступил к этому. Он уже работает над этим, чтобы избавить вас от долгов. Он уже работает над тем, что ваша жизнь стала жизнью с избытком. Аминь. Разве вам не стало лучше? Вы должны размышлять над этим. Возьмите эту истину с собой, когда поедете домой. Давайте рассмотрим некоторые причины стресса. Очень важно понимать причины происходящего. Первая причина стресса — неуверенность. Неуверенность. Когда человек в чем-то неуверен, он начинает переживать. Задумайтесь вот о чем. Мы, христиане, можем контролировать, какие семена сеем. Мы, христиане, можем точно знать, какой урожай соберем. Если я христианин, я могу быть уверен в своем будущем, потому что мое будущее в семенах, которые я сею. Вам не нужно переживать, простит ли вас Бог, потому что Он сказал, если прощаете, то будете прощены. Я в этом уверен. Не нужно переживать о том, что вы будете осуждены, потому что Он сказал, если вы не осуждаете, то и не будете осуждены. Вам не нужно переживать о том, что получаете ли вы то, в чем нуждаетесь, потому что Он сказал, если вы отдаете, то и вам будет дано. Закон сеяния избавляет христианина от неуверенности, но если вы не сеете, если вы не следуете принципу сеяния, делайте добро и увидите добро в своей жизни, тогда вы будете уверены, потому что знаете, чем вы засеяли поле своей жизни. А иначе вы не будете уверены в своем будущем, как тот крестьянин, что выходит на поле собирать урожай, хотя знает, что ничего не посеял. Божье Слово дает нам абсолютную уверенность в том, как сложится наша жизнь. Аллилуйя! Если неуверенность — это одна из причин стресса, то оградите себя от этой причины. Вот слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Верьте в Бога и верьте в Меня». Верьте в Божье Слово. В Божьем Слове вы найдете ясность и уверенность. Божье Слово наполняет вас уверенностью. Если вы верите в Бога, тогда в вашей жизни нет места неуверенности. Бог исполнит все то, что обещал исполнить. И я в этом уверен. И если вы в этом не уверены, размышляйте над Словом до тех пор, пока не станете уверенными. Уверенность избавляет от стресса. Вы знаете, что вы знаете. Я не буду нервничать ни минуты. После того, как мы возвели этот купол, я сказал, слава Богу, это дело мы завершили. А теперь будем строить пятиэтажное здание стоимостью 135 миллионов долларов на 16 тысяч мест в Нью-Йорке. И я не буду переживать ни минуты о том, откуда мне взять на это деньги. Я не буду волноваться. Не буду. Господь, ты повелел мне построить церковь, значит, тебе придется оплатить постройку здания. Раз уж ты никогда не спишь, то пожелаю себе спокойной ночи и хорошенько высплюсь. Почему? Я уверен, потому что Бог повелел мне построить церковь. Я уверен, что 45 тысяч человек нуждаются в хорошем здании. Я уверен, что деньги будут. Я уверен. Я уверен. Вы спросите, волнуешься? Нет. Разве вас это не беспокоит? Нет. Я же за это не платил, и за то здание в Нью-Йорке платить не буду. Приятно то, что когда ты делаешь что-то во второй раз, ты особенно уверен, потому что Бог уже помог тебе в этом однажды. Уверен. Вам нужно использовать это слово, когда люди спрашивают у вас, уверены ли вы, что Бог существует? Ответьте, уверен. Уверен. Абсолютно уверен. А вы? Кофе или чай? Небеса открываются, и стресс исчезает, когда вы уверены, что все хорошо. Если у вас когда-нибудь возникнет сомнение в Боге, задайте себе вопрос, а разве Бог когда-нибудь меня подводил? Разве Бог когда-нибудь вас подводил? Тогда почему вы думаете, что Он подведет вас сейчас? Посмотрите, как вы сейчас живете. Задумайтесь, где бы вы были, если бы не Бог? Он вас ни разу не подводил. Может, Он приходил не тогда, когда вы хотели, но всегда приходил вовремя. Будьте уверены, что ваша жизнь будет полна благословений и избытка. Будьте уверены, точно. А неуверенность приводит к стрессу. Неуверенность давит на человека. О, Господи, как все теперь будет. Я чуть не попал в эту ловушку. У нас церковь здесь, там и там, но нигде у нас нет недостатков прихожанок. Так почему же я волнуюсь? А что если? А что если? А что если? Это жизнь!